Приветствую всех зрителей и подписчиков! Сегодня 12 января. На канале Максимум самые горячие и резонансные новости. Смотрите в этом ролике. Набирает обороты скандал вокруг авиакатастрофы самолета БКР. Скрываются неприглядные подробности. Местный Аким незаконно выдавал земельные участки вблизи аэропорта Алматы. Важное значение. Касым Жамарт-Такаев высказался по поводу авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Своё сообщение он опубликовал в Твиттере. Беспредел на дорогах. В сеть попало видео, как в Туркестанской области кортеж из легковых автомобилей дерзко нарушал правила дорожного движения. В южной столице сумма, выделенная на пособие многодетным семьям, уже превысила 400 миллионов тенге. И это не предел. В Акимате мегаполиса рассказали, как рассчитать суммы выплат. Об этом и не только. Прямо сейчас на канале Максимум. Коррупционный след в деле о крушении самолета БКР. Почему районный Акимат незаконно выдавал земли вблизи аэропорта, выясняют антикоррупционеры. Земельные участки вблизи аэропорта Алматы годами незаконно выдавал Акимат Толгарского района. Вице-премьер Роман Склярт сообщил, что этим делом уже занимается антикоррупционная служба. Должности и фамилии чиновников, которые игнорировали правила, еще не озвучили. Но по закону все строения должны находиться на расстоянии не меньше 4 километров от ближайшей точки взлетно-посадочной полосы. При этом каждый объект должен быть согласован с аэропортом. Однако, по данным вице-премьера, необходимого согласования не происходило. Напомню, что крушение самолета БКР выявило еще одну проблему – хаотичные застройки в районе аэропорта. После того, как Фокер-100 потерял высоту, он пробил бетонное ограждение и врезался в жилой дом. Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица Акимата Толгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства. Такаев отреагировал на признание Ирана о сбитом самолете украинских авиалиний. Президент Казахстана считает, что в сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане. Признание Ираном своей вины за авиакатастрофу украинского самолета близ Тегерана – важное решение. Такую оценку дал президент Казахстана Касым Жомарт-Такаев в своем твиттер. Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшее жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане, написал Такаев. В ночь на среду 8 января корпус стражи Исламской революции нанес серию ракетных ударов по базе США в Ираке, Айн-Алясад и по аэропорту Вербили. Это стало возмездием за убийство американскими военными генерала Косема Сулеймани. В тот же день рано утром Boeing 737-800 международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все бывшие на борту 176 человек, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Экипаж состоял из украинцев, среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Изначально официальной версией крушения самолета было предположение о технической неисправности. Однако 10 января США и Канада заявили о том, что в пассажирский самолет могла случайно попасть иранская зенитная ракета. На следующий день, 11 января, официальный Тегеран сделал заявление о том, что украинский самолет был сбит, поскольку его приняли за вражескую цель. Кортеж устроил беспредел на дорогах Туркестанской области. В Туркестанской области сняли на видеокортеж из легковых автомобилей, который грубо нарушал правила дорожного движения. Видео было опубликовано в соцсетях. Кадры сняты изнутри автомобиля, едущего по улице. На них видно еще несколько автомобилей, один из которых едет задним ходом. Также видно, как молодые люди высунулись из окна авто по пояс. Видео сопровождает звук, похожий на полицейский спецсигнал. Судя по всему, его издает оборудование автомобиля, в котором едет оператор. Также автомобиль, везущий оператор оснащен стравоскопом. Как утверждают пользователи, инцидент произошел на центральной улице Туркестана. Где полицейские патрули, где порядок, пишут пользователи. При службе ДП Туркестанской области сообщили, что сотрудники полиции выясняют, где и когда было снято видео. МПС ДП Туркестанской области устанавливает участников данного видео, добавили в полицию. В Алматы больше 9 тысяч многодетных семей уже получили государственные пособия по новой схеме. Сумма выплат превысила 400 миллионов тенге. В течение недели помощь начислят еще порядка 7 тысячам. В Акимате мегаполиса рассказали, как рассчитать сумму выплат. 16 тысяч 380 многодетных семей в Алматы до 15 января получат госпособие. По новым правилам, семье с четырьмя и более детьми ежемесячное пособие положено независимо от уровня дохода. Сумма к выплате от 42 500 тенге и почти до 74 с половиной тысяч. Помощь выдают семьям с детьми до 18 лет и студентам до 23. Если даже где-то учатся в других городах, но если в очной форме до 23 лет, то они считаются уже как бы членами семьи, они не положены получать пособие. А на адресную соцпомощь могут рассчитывать малообеспеченные семьи, если доход на каждого члена семьи не превышает 70 процентов от прожиточного минимума. Это чуть меньше 22 тысяч. Арифметика простая. Складывает общий доход, делит на всех в семье и отнимает его от размера черты бедности. В каждом регионе она своя. Разницу семья и будет получать как АСП. В семье, допустим, работает один человек, допустим, мама не работает. Почитали все доходы. Доход семьи составляет 15 тысяч тенге на каждого члена. Черта бедности по городу Алматы на сегодняшний день составляет 23 633 тенге. То есть порядка 8 тысяч тенге на каждого члена будет выплачиваться ежемесячно. А вот это не будет учитываться в доход семьи, вот эти 10 500 на ребенка, вот эти 42 500? Оно учитывается. То есть как доход будут учитывать ежемесячные пособия по многодетности. Для назначения АСП нужно обратиться в центр занятости. Но платить бесконечно не будут. Взрослым предложат работу. Если откажутся, то АСП лишат всю семью. О системе обязательного социального медицинского страхования в том виде, в котором она действует сейчас, заговорили еще в 2014 году. Нурсултан Назарбаев в послании народу страны предложил рассмотреть вопрос внедрения медицины нового поколения. Спустя 6 лет она готова к работе. Так что же такое ОСМС? Смотрите далее. 2020 год наступил. И это значит, что система обязательного социального медицинского страхования официально запущена на территории всей страны. И стала обязательной для жителей. Но не факт, что люди прямо сейчас увидят какие-то изменения в оказании медицинских услуг. До 1 апреля все будет работать в прежнем режиме. За это время граждане должны определить свой статус, от которого будет зависеть, кто станет спонсором вашей страховки. Государство, работодатель или вы сами. Статус застрахованности, ну это самое главное, наверное, через личный кабинет электронного правительства, может быть, да, через ЕГОВ. Он может на телеграмме бот, ватсап бот, зайти на сайт нашего фонда. Есть плагин, где можно внести ИИН, и там определится статус. С 1 апреля медицина в стране будет доступна гражданам двумя пакетами. Это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и так называемый пакет ОСМС. Базовые медицинские услуги такие, как скорая медицинская помощь, экстренная госпитализация, первичная медицинская помощь, то есть обслуживание в поликлиниках у своих врачей общей практики, диспансеризация, так называемая, то есть наблюдение, диагностика, лечение основных хронических болезней, самых важных болезней, включая социально значимые болезни, такие как онкология, туберкулез, психические расстройства и многие другие, они остаются бесплатными и независимо, человек застрахован или нет, они будут предоставляться. ОСМС это как бы продолжение, это дополнительный пакет медицинских услуг, которые также будут предоставляться бесплатно уже застрахованным гражданам за счет их обязательного участия и тех накоплений, которые в фонде будут проводить. Так что же такое пакет ОСМС и какие виды услуг в него входят? Перечень на самом деле большой, это все виды диагностики заболеваний, в том числе консультация узких специалистов, лабораторных анализов и исследований, таких как компьютерная томография, МРТ, ПЦР. Бесплатные лекарства при наличии рецепта от врача больной сможет получить в аптеке. Плановая стационарная помощь, дорогостоящие операции, за которые люди раньше официально платили в кассу, и медицинская реабилитация для взрослых и детей. Каждый гражданин, если у него есть показания для этого вида исследования, он имеет полное право это исследование пройти. Нужно взять просто направление и определенные показания. Стоматологическая помощь тоже входит, но она как экстренная и плановая для детей и беременных женщин. Еще один плюс страховой медицины – это предоставление выбора для пациента. Обслуживаться в государственной поликлинике, либо же в частной, совершенно бесплатно, на одних условиях. В столице, к примеру, готовы принимать около 100 медучреждений. Наши операторы могут сказать пациенту о его статусе, застрахован или не застрахован, сразу же, и записать на прием, если нужно. Также здесь мы занимаемся прикрепением пациентов. Для этого пациенту нужен только электроцифровой ключ ЭЦП. В рамках ОСМС за каждого прикрепленного пациента клиники будут получать деньги из того самого Фонда социального медицинского страхования. Это значит, в интересах медицинского учреждения обслужить обратившегося гражданина на высшем уровне. Иначе он перейдет в другое. У кого условия лучше, тот будет получать больше. Все просто. Наши пациенты могут через колл-центр, могут через регистратуру, онлайн-запись записываться заранее к нашим специалистам. То есть они будут приходить по предварительной записи. При этом, если у них какие-либо обстоятельства меняются и вынуждены поменять время приема, но прием ведет другой врач, в этом ограничений не будет. Специальная комиссия от Министерства здравоохранения сейчас объезжает все регионы страны. Чиновники утверждают, что проверяют на готовность каждую клинику. А для удобства граждан запустили круглосуточный колл-центр фонда. По номеру 1406 можно задать любой интересующий вопрос, а также оставить жалобу на пробелы в работе учреждений. Комиссия рассмотрит каждую и реально провинившихся ждут санкции от штрафов до исключения из системы ОСМС. Продолжение следует...